итак дорогие мои друзья мы сегодня продолжаем работу над нашим жакетом на подкладочки это у нас еще топ топик мы уберем пока не нужен нам так и вот что у нас есть я хочу вам показать после того как мы закончили первый этап это этап пример этап раскроя 2 сметочки 3 примерки четвертый этап внесение изменений 5 стачивание 6 обметывание 7 утюжка и вот восьмой этап восьмой этап называется осноровка вот сейчас я покажу самое главное ради чего я задумала вот этот весь курс потому что вы должны понимать суть происходящего это как вы будете делать эту свою работу точно быстро аккуратно без всяких переделок значит что у нас сейчас есть на этом этапе на этом этапе у нас есть основной жакет вот мы его в таком виде храним на столе после утюжки у нас есть я хочу вам показать точно такая же конструкция но уже изделие из подкладочки у нас есть два рукавчика из подкладочки они у нас вот так лежат и хранятся вот в таком виде и у нас есть два рукавчика из основной ткани и того 6 предметов как куда 4 рукава и два вот таких вот изделия я пока рукавчики отодвину в сторонку потому что они нам не нужны и мы будем работать сейчас с вами вот с этими двумя предметами если можно так сказать начинаем мы работу с основного нашего предмета коли я стою здесь я разворачиваю вот его вот таким образом прежде всего запоминайте порядок про и основные правила сноровки изделия всегда на лице не на изнанке вы его храните а храните его на лицевой стороне нашего изделия так затем вы перегибаете его посередине спинки вот у вас спинка вот ее середина и как я говорю посередине переда но впереди у нас никакого сгиба нет если бы у нас не было застежки мы бы перегнули его вот так если это платье у нас будет без застежки до или топик какой-то все равно что но у нас сейчас с вами распашное изделие на застежки здесь впереди поэтому мы складываем вот так как вы видите затем после того как вы перегнули свое изделие пополам на лицевой стороне посередине спинки и посередине полочки вы разворачиваете его к себе вот этой верхней частью то есть плечевой пояс пройма горловинка должно быть перед вами потому что работать будем сейчас в первую очередь здесь и тянуться вот туда вам неудобно через весь стол да хорошо развернули его верхней частью к себе берете в руки булавочку и первое что вы делаете это вы находите вот эти контрольные точки посмотрите вы совмещаете боковые швы и вы совмещаете срезы после того как вы совместили и срезы и боковые швы вы вот так ставите сюда булавочку закалываете эту ситуацию булавочкой скрепляете затем вы находите вот этот уголочек то есть пересечение проймы и плечевого среза тоже закалываете вот так булавочкой затем находите вот этот уголочек посмотрите все срезы я идеально уравниваю миллиметр в миллиметр все совпадает и все сходится закалываем булавочками закалываем булавочками дальше идем к плечевому срезу полочки спинку скрепили горловинку спинки скрепили то же самое делаем с полочкой опять уравняли срезы вот здесь и если мы говорим о плечевом шве то мы ставим булавочку вот сюда еще уравняли срезы уже по горловинке вот в этом уголочке и плечо и горловинку уравняли и поставили булавочку вот так дальше посмотрите я уравниваю срезы вот в этом уголочке работаем уже с горловинкой надо ее зафиксировать и поставлю булавочку вот так дальше вот так то есть как бы вот этими булавочками я скрепила срезы горловинки вот этими булавочками я скрепила срезы плеча здесь скрепила срезы плеча и вот этой булавочкой скрепила срезы горловинки и скрепила конечно, боковой шов. После того, как вы скрепили плечевой пояс, у вас естественным образом выкладывается линия проймы. Пожалуйста, опять обращаю ваше внимание, вот здесь все срезы одинаковые. Вы берете булавочку и скрепляете срезы проймы. Вот так. Спинки. То же самое делаете с полочкой. Так. Проверяете еще раз. Все срезы одинаковые. Один в один. Вы вырезали одновременно два слоя ткани и на момент осноровки эти же два слоя должны быть идеально одинаковыми. Вот обратите внимание, как стоят мои булавочки. Они все стоят параллельно тому срезу, который вы скрепляете. Не перпендикулярно по пройме. Это грубая ошибка. Не перпендикулярно по плечику. Это грубая ошибка. А именно вот так. Укрепили вот эти срезы. Развернули свое изделие к себе. Вот этим срезом. И вот эти же срезы я начинаю аккуратненько подравнивать. Смотрю сначала вниз вот этот уголочек. Так. Все у меня совпало. Подошла сюда наверх. Опять уравниваю срезы. Опять уравниваю срезы. И уравниваю срезы дальше. То есть вот таким вот образом. И иголочка, обратите внимание, у меня уже идет параллельно этому срезу. Вот так я ее ставлю. Затем разворачиваемся. Разворачиваем свое изделие вот так. Раскладываем аккуратненько вот эти припуски. Чтобы не было ничего там плохого. Там у нас кармашки уже с вами сделаны. Так, так, так. Чтобы эти кармашки у нас там не волновались внутри. Я их тоже вот здесь вот приколю булавочкой на всякий случай. Потому что мы дальше будем еще работать со своим изделием. Посмотрите, вот у нас линия низа. Отметочка стоит по линии низа. Значит, иголочку я буду ставить обязательно выше этой отметочки. Этот уголочек зафиксирован. Ручками все разровняли, разложили. Значит, здесь у нас выложилось так, как надо. Боковые швы вот здесь тоже идеально у нас совпали. И эту булавочку, фиксируя их, я ставлю сюда. Ну и осталось только добавить для четкости еще вот по несколько, по парочке булавочек. И тоже нижний срез у нас зафиксирован. Посмотрите, булавочки снова стоят параллельно вот этому нижнему срезу. Снова разворачиваемся к себе верхней частью. Обратите внимание, если вы мысленно наденете сейчас вот это изделие на себя, пристроите на свое тело, вы увидите, что вы работали с правой руки. Как бы ваше изделие к вам лежит правым боком. И на верхнем изделии вы скалываете, фиксируете вот эти все срезы и контуры именно с правой стороны, то есть с правой руки или с правого бока. А вот сейчас мы будем делать все то же самое, только уже для нижнего нашего изделия, для изделия из-под кладочки. Я временно вот это убираю и кладу перед собой вот эту историю, вот это изделие. Посмотрите, это тоже правый бок, но я не буду скалывать это изделие с правой стороны. Сейчас вы поймете, много слов говорить не буду, почему я это буду делать. Минуточку терпения. Значит, я скалываю изделие из-под кладочки уже с левой стороны и быстренько повторяю все те же самые действия. Первая булавочка это всегда уравнивание срезов вот здесь под мышкой, боковой шов. Вторая булавочка это плечевые швы. И вот там, на каком расстоянии примерно я ставила булавочки в основном изделии, именно на таком же расстоянии я прокалываю свое изделие и из-под кладочки. Потому что я буду работать с контурами своего изделия, с нашими срезами, и мне очень важно, чтобы мои булавочки не попали под ножницы. То есть нужно от среза их отодвигать. Вот это очень-очень важно. Поэтому не глибите вот сюда вот так вот близко булавочки, ни в коем случае не ставьте ваши булавочки близко к вашим срезам. Так, прокалываем проймочки. Посмотрите, как я от них отодвигаюсь. Вот так. Так. И вот так. Поработали с проймочками, тоже параллельно тому срезу, о котором идет речь, ставим булавочки. Если плечо, то так. Если пройма, то вокруг проймы. И отодвигаемся, самое главное, оставляем свободные, доступные вот эти контуры для калькировки, для какой-то, для работы с ними последующей. Затем поворачиваем к себе вот этим уже краешком. И точно так же находим уголочки, чтобы они совпадали. Все вот так вот. Здесь уголочек нашла, здесь уголочек нашла. Прижала, подтянула, убедилась, что все хорошо. И, пожалуйста, зафиксировала вот это булавочками. Развернула к себе снова низ нашего изделия. Зажала пальчиком боковой шов. Подтянула вот так боковой шов. Убедилась, что здесь у меня все совпадает. Значит, моя работа была выполнена точно. И зафиксировала это булавочкой. Когда вы работаете с линией низа, пожалуйста, нельзя делать вот такие перепускания, допускать их. Иногда такое бывает, когда изделие большое, ткани много, пальто, например, у вас вы работаете. Вы все равно подтягиваете вот так нижний срез, чтобы у вас все-все-все совпадало. Срезы, в идеале ваши срезы по всем отурам должны совпадать. Вот так мы подготовили с вами изделие из подкладочки. Рукава мы оставим на следующий этап. А пока давайте до конца закончим работу с нашим плечевым изделием. Итак, посмотрите. Мы кладем изделие из подкладки. Сколы точно так же у нас были вывернуто на лицо. Точно так же оно было перегнуто посередине спинки и посередине полочки. И точно так же все контуры мы скрепили. Затем мы берем изделие из основной ткани и укладываем его поверх вот этого изделия. И тут вам становится понятно, мои дорогие, почему мы это изделие скалывали с правой стороны, а это изделие скалывали с левой стороны. Потому что вот эти острие булавочек, они оказались внизу. А между ними, смотрите, этих острых иголочек нет. И поэтому нам работать и в третий раз скалывать эти два изделия друг с другом гораздо легче. Посмотрите, как мы это делаем. Снова находим самую главную точку. Это вот эту точку под мышкой. И замещаем боковые швы верха, низа и срезы. Подтягивая вот это все к срезам. И можно взять новую иголочку, а можно взять и переколоть прежнюю. Вот так перекололи и зафиксировали вот эту точку. Это обычно у нас бывает начало. Дальше двигаемся. Затем мы укалываем плечевые швы. Посмотрите, я все опять подтянула. Все срезы по плечевым швам нашла и зафиксировала это булавочкой. Я делаю это своими булавочками, которые у нас были уже сделаны. Обратите внимание на спинку. Помните, мы делали спинку немножко больше. На сантиметре буквально мы делали спинку шире, для того, чтобы изделие из подкладки внутри было у нас свободным. И поэтому сейчас вот эту область до груди, до линии груди, я именно вот в таком виде и оставляю. То есть сколько-сколько мы оставляли на свободу, только мы и выводим сейчас вот сюда, для того, чтобы это все сохранилось. После того, как мы выложили вот эту часть, вот эту горловинку и плечико, мы выкладываем пройму. Ручками разровняли, посмотрели, что никаких нет фалт, никаких нет неровностей. И уже сейчас можно вот так сколоть, переколоть вот эти булавочки. А можно взять еще одни, если вам так угодно. И вот посмотрите, вот эта часть у меня выложилась безупречно. Работаем с полочкой. Когда у вас есть выпуклость, вот здесь всегда есть на полочке выпуклость, никогда не старайтесь от нее избавиться. Во время работы старайтесь ее наоборот сформировать, создать и работайте по частям. Не сразу, а вот, например, сначала с верхней частью, потом с нижней частью. Будет вам удобно. Ладно, вот я сформировала вот эту выпуклость и опять нахожу вот этот уголочек. Подровняла вот эти уголочки, посмотрела, как здесь себя ведет, вот с этой стороны, да? Хорошо ведет себя, поэтому беру и эту булавочку перекалываю сюда. То есть я опять работаю с плечиками. Все, мои хорошие, повторяется. Затем горловинка, все подровняли здесь, все у нас совпадает, оно и не могло не совпасть. Если вы работали правильно, по технологии, вы делали все один в один, поэтому вот эти все срезы, конечно, всегда будут у вас совпадать. Зафиксировали горловину, плечо, зафиксировали вот эту часть до линии груди, потому что здесь идет выпуклость и нам неудобно здесь работать. Подровняли вот эти все четыре слоя ткани, вот так зафиксировали и ушли на пройму. Вот сейчас уходим на пройму и, пожалуйста, вот так выложилась у нас проймочка, ничего, хорошо, видно немножечко ее, ну и ничего страшного, я имею ввиду, подкладку видно. Пусть вот так мы это сделали, скололи пройму с вами. Дальше мы должны сколоть вот этот и вот этот контур. Так, делаю я это следующим образом. Значит, мне хочется сейчас, конечно же, чтобы все здесь совпадали линии. Давайте мы так попробуем вот это совпадение сделать. Так, совпадает, совпадает и совпадает. Но потом, развернув к себе вот это историю, я посмотрите, что буду делать, я буду проверку делать. Вот так растяните все, растяните. Посмотрите, есть ли здесь слабина, есть ли на спинке у нас вот в этом месте лишняя ткань? Есть. А вот в этом месте растянули? Есть. У меня изделие простое, не приталенное. Когда у вас изделие будет с выточками, конечно, это сделать будет не так просто. Поэтому вы по частям. Начало один фрагмент зафиксируете, прокулите, скрепите. Потом талию. Потом потихоньку к бедрам спускаетесь. И ниже, ниже, ниже. Терпение, терпение и терпение. Пока вы должны понять только суть. Вот так. Посмотрите, я все растянула, убедилась, что здесь у меня лишняя ткань так и остается. И могу переходить к линии низа. Растянула вот этот шовчик снова. И посмотрите, как здесь у нас все великолепно совпадает. Значит, я вот так перекалываю булавочку сюда. Здесь тоже мне все нравится. Совпадает. Должна сразу предупредить, что подкладки бывают очень разные. Ткани я имею ввиду, свойства их. Иногда во время утюжки она очень сильно садится, дает усадку. И тогда вот здесь, вот в этом месте, у вас может не оказаться совпадение. Но это не страшно. Главное, что мы это все выровняем потом. Главное, вы выгоняйте отсюда, сюда, все-все-все лишнее. Выгоняйте и делайте ровноту вот здесь, чтобы у вас в плоскости все совпадало и не было никаких заломов. Как это проверить? Давайте посмотрим еще разочек. Вот я все скрепила. Скрепила все контуры, да, и в том числе заканчиваю линии низа. Вот так переворачиваете свое изделие и смотрите сюда. Нет ли здесь каких-то косых вот таких заломов? Нет ли здесь каких-то вот таких вот натяжек или чего-то? У меня ничего нет. Здесь все гладенько, чистенько, хорошо. Область груди, область плечевого шва, талии, все у нас здесь в порядке. Но повторяю, иногда бывает такая картина, когда подкладка от утюга изменилась, она стала короче, такое бывает, или верх бывает короче, а подкладочка остается неизменной. Тогда вы уравниваете вот эти все контуры, никогда не спорите с этой тканью. Если у вас что-то где-то из-под чего-то вылезает, или наоборот, значит, вы должны выложиться именно так, как просит ткань. Первостепенное значение имеет вот эта равнота. А потом уже дальше смотреть и думать. Что еще здесь хочется сказать? Осноровка является своего рода контролем и проверкой, насколько качественно вы отработали все предыдущие 7 этапов. Почему? Потому что отнюдь не всегда вот так идеально выкладывается вот эта картинка. Видите, вот один сантиметр был у нас лишним, он у нас тут остался. Иногда, когда вы начинаете вот это все растягивать и вот так вот уравнивать, вы понимаете, что здесь либо почему-то очень много подкладки оказалось, или наоборот, почему-то ее вообще не хватает. Вот такая вот история, да? О чем это говорит? Это говорит только о том, что во время работы с вертикальными вот этими линиями, а тут могут быть и выточки, и рельефы какие-то могут быть, да? Кроме вот одного нашего бокового шва, здесь присутствует вот этот шов всегда. Если вы запутались с припусками, вот в этом шве часто такое бывает, да? Или сделали не одинаковые припуски на своих рельефных линиях, боковом шве, на выточках, разные какие-то сделали истории, да? У вас, конечно, не будет четкого совпадения. И это будет брак в работе. Так вот, эта осноровка, вот такое скалывание, оно помогает избежать, найти ошибку, избежать вот этого брака. Вы должны его не допускать ни в коем случае. Если какое-то несовпадение здесь обнаружилось, картина вам не нравится, значит, вы раскалываете, ищите ошибку, понимаете, за счет чего это произошло, и устраняете ее, и начинаете вот эту работу заново. То есть, но в любом случае добиваетесь вот такого идеального совпадения. Только тогда у вас будет все хорошо. Сколько у нас минут осталось? 8 минут. Хорошо. За 8 минут мы сейчас начнем разговор дальше, сколько успеем, потом мы прервемся. Итак, мы все скололи, мои дорогие, то есть сейчас мы начинаем работать с контурами. Для этого работаем сначала вот с этой частью. Мы берем линеечку и берем мыло, самый исчезающийся мел. Вот у меня осталась уже маленькая картинка. Работать я начинаю всегда с плечиками. С плечиков. Плечевой шов, ширина плечевого шва у нас была в крое 1,7. Вот посмотрите. Вот ниточка еще осталась. Я кладу вот так свою линеечку, и она мне показывает, что здесь у меня вот 1,7. Я прорисовываю эту линию. Не знаю, насколько хорошо вам это видно. Надеюсь, что видно. Вот так мы ее нарисовали. Видите, да? Четко нарисовали эту линию. Затем я оставляю в готовом виде, могу оставить 1,2, могу оставить сантиметр. Ну, я привыкла оставлять около полутора сантиметров. Так, поэтому я вижу вот здесь меловую линию и параллельно первой линии провожу вторую линию. Вот так провела вторую линию. По ней я буду ножничками отрезать все лишнее. Видите, вот здесь вот выступ был в точке соединения подбортика. Он уберется. Нарисовали плечевой шов здесь. Рисуем плечевой шов здесь. Так как в этом месте у нас была посадка, обратите внимание, плечо оформлено дугой. Я не могу делать это по прямой линии. Поэтому я нахожу вот это место так, отодвигаюсь. И вот моя линия была в крое. Где-то 1,7. Я в крое оставляю 1,7. Обращайте внимание еще на толщину ваших мелочков, для того, чтобы вам было удобно и понятно, какие будут припуски в конце концов. И оставляя, опять же, припуск чуть-чуть поменьше, я проведу вторую линию, по которой буду подчищать все лишнее. Посмотрите, это припуски на швы. Припуски на швы у нас всегда имеют двоякое значение. Первое значение припуск в крое, а второе значение это припуск в готовом виде. Вот сейчас я оставляю значение тех, той величины припусков, какие обычно в готовом виде бывают. У каждого они свои, настаивать здесь на чем-то я не буду. Я использую здесь около полутора сантиметров. Затем, горловина. По горловине у меня был припуск 1 сантиметр. В результате примерки я ничего вот здесь не поставила, не нарисовала никакой отметочки. Значит, меня все устраивало. Значит, у меня была линия, вот я сейчас этот сантиметрик вот так изображаю, у меня была линия вот здесь. И вот здесь. Хорошо. Значит, остальное я аккуратненько, вот рисовать не очень удобно, но обычно я все-таки стараюсь делать. Здесь вот ничего не убирается у нас, да? Только какие-то миллиметры, какие-то маленькие-маленькие мусоринки. Вот так вот я почищу. Ножничками я потом подрежу, вы поймете. Горловинка переда. Дальше идем. Смотрите, плечо-плечо, горловинка-горловинка. Здесь, что у нас, тоже сантиметр у нас был. Тоже у нас был сантиметр, да? Вот я его и рисую. Так. И затем спускаемся сюда и пытаемся нарисовать вторую линию. Буквально какие-то миллиметры у нас почистятся. А дальше, мои хорошие, смотрите, в результате примерочки мне хотелось лацком переоформить. То есть, вот ниточка у меня показывает, да? Я запомнила. Вот так вот мне хотелось свой лацком нарисовать. Я уже по этой ниточке рисую ту форму, которая у меня попросилась после примерки. И добавляю припуск. Припуск 0,7 буквально. Значит, две линии. Первая, по которой будем шить, и вторая, по которой будем подравнивать все лишнее. Вот здесь мы все подработали. Сделаем пока остановку, закончим работу с проймой. Посмотрите, внизу ширина припуска полтора сантиметра. И мы оформляем переднюю половинку пройму. Вот у нас идет вот такая вот линия. Так. С помощью лекала, опираясь на наши линии, на наши ниточки, на наши следы, я рисую вот эту красивую линию пройма. Затем отодвигаюсь на полтора сантиметра, если есть рукава. У меня этот липус полтора сантиметра. И провожу параллельно вторую линию, по которой буду это все подрезать. Вот так у меня получилось здесь. Так, время наше вышло. Придется сделать остановку и продолжение будет в следующий раз.